Провели исследования во время пандемии и увидели, что государства, в которых руководят женщины, более успешны с борьбой с пандемией, чем государства, в которых руководят мужчины. Я об этом говорю все время. То есть женщины берут на себя всю ответственность, вокруг сидят мужчины и как бы молчат. Мужчины-исполнители. А женщина берет на себя ответственность. А женщина, конечно, так же, как дома управляет всем женщина, так весь наш мир – это наш дом. Так вот, должен быть мажор дом женщина. Это очень интересно. Психологи Стэнфордского университета сказали, что политик женщина должна принадлежать к типу хамелеонов, умело сочетая в себе мужские и женские политические качества. Есть это у нее все. И посмотри, как женщина командует домом, как у нее дома порядок и все. Оставь мужа одного на неделю. Она потом будет месяц отмывать квартиру. Это же понятно всем. То есть для вас это не новость, что женщины руководят страной? Это не новость. Для меня это факт. Это данное нам от природы. Дом называется по имени женщина, а не по имени мужчины. Так что надо сделать женщин управляющими государствами, а мужчин исполняющими эти обязанности. Короче говоря, нужна сильная, надежная, хорошая, умная, мудрая женская рука. Вот и все. Ничего другого не надо миру. А мы будем ходить на рыбалку, играть там в домино. Она нам не даст это сделать. Нет. Она скажет, ты пошел на рыбалку в то время, когда в доме там, я не знаю, не пьет гвоздь. Будем сидеть в майке, на балконе курить. Она будет кричать, сиди сюда, сделай то, сделай все. Она остановит войны, она остановит вот эту ненависть. Конечно, и внутренне, и в государстве, и между государствами. Конечно. Мы в наше время переворачиваемся. Мы входим в совсем другую эпоху, в которой женщина может командовать. И мы видим это, как переворачивается мир. Надо дать женщине возможность управлять. И это очень хорошо. Чем меньше лезут мужчины со своими этими выдумками, играми детскими, тем лучше. Продолжение следует...